В первую очередь хочу сказать, что я пропустил матч «Народные бей-беги». И, конечно, я очень переживал, находясь в командировке в Волгограде, что не могу, во-первых, попасть на стадион, во-вторых, поддержать народную команду. И сейчас, впервые за последний год, возвращаясь на открытие арены, на наш домашний стадион, стадион «Спартак», как мы его называем, конечно, это целый день предвкушения был. Как раньше, когда ты 17-летний пацан, просыпаешься, идешь на учебу, и потом думаешь, какая учеба, все мысли у тебя только о вечернем матче. «Спартак Спортинг», я помню, 2006 года, Лига Чемпионов. Сегодня были примерно такие же эмоции, я проснулся с мыслями только о том, что сегодня встреча на футболе с пацанами, как в старые добрые времена, мы пуши зимы и так далее. Поэтому возвращаться на футбол – это такое особенное чувство, оно непередаваемое. Можно запомнить те эмоции, когда ты впервые пошел на футбол, а можно испытывать вот те чувства, эмоции, которые ты испытываешь сейчас, возвращаясь куда-то. Поэтому возвращаться – это такой тоже особенный трепет в душе. Мне кажется, сейчас надо не грустить, а пытаться пользоваться такими моментами, потому что, мне кажется, нам этого раньше не хватало. Потому что раньше все время события нам как бы диктовало свою важность и нас к чему-то вело. Есть матч Лиги Чемпионов, ну, он тебя в любом случае настраивает на что-то, да, там побуждает собраться большим количеством на трибуне, что-то придумать, что-то нарисовать, что-то как-то себя завести. А сейчас мы сами это драйвим. И это круто, потому что это же есть ультраскультура в том, что ты сам создаешь себе настроение, сам создаешь себе вот эту атмосферу вокруг этого события, и тебе вообще плевать, это товарищеский матч, это, не знаю, фанатский турнир, или это большой матч Лиги Чемпионов. Мне кажется, что в культурном плане это, наоборот, круто. Друзья, ну что, всем привет, это новый выпуск «Гоменника фаната», и сейчас мы находимся на нашем родном стадионе. Наконец-то мы сюда вернулись. Не знаю, у меня мурашки сейчас просто, потому что мы вернулись домой на один матч. Поставьте лайк этому выпуску, подпишитесь на этот канал и напишите комментарии. Мы начинаем. Каждый из вас должен быть выкладываться на всех на процентах. Шиза должна быть максимальная, как старые и добрые, чтобы мы показали, что такое фанатизм Спартака. Это красота. Без фанатов нет футбола. Фанат – это душа стадиона, душа футбола, друзья. Это вот, вот это. Это не DNA, душа стадиона, душа футбола. Наussian population lead's force н guides на потенцу. Мне кажется, главное в этой жизни оставаться честным перед самим собой. Не важно, что ты делаешь, будь это какие-то поступки в семье, на работе, с близкими или на футболе. Потому что футбол для многих из нас стал большой частью жизни, вторым домом и так далее. И мне кажется, ты должен быть в первую очередь честен перед самим собой. Если ты действительно придерживаешься тех принципов, которые в тебе закалялись долгие годы, бойкотируй, не ходи, показывай свою активную позицию. Если вдруг ты с годами поменялся внутри себя, просто прими решение для себя, что ты больше не являешься частью активной поддержки трибуны. И бери себе билет на центр, делай фан-айди. Опять-таки, я считаю, что фан-айди никто не должен делать. Ни стар, ни млад, ни випы, ни обычные бродяги с трибуны Б. Вообще никто. То есть, если бы никто не сделал фан-айди, его бы отменили во втором, в третьем туре. Поэтому, что касается нашего решения, я полностью его поддерживаю. Я считаю, что мы должны гнуть свою линию до конца, и мы должны показывать всем, как без фанатов на футболе плохо. Я, честно говоря, прогнозирую, что фан-айди осталось максимум год. То есть, сложные геополитические ситуации в стране. Все понимают, что фанаты принимают активное участие на фронте. Все понимают, что фанаты – это, в принципе, активная молодежь с активной позицией. Поэтому, я думаю, что должны пойти навстречу людям, которые для этой страны многое делают. СПАРТАК ПОСКОР! Иди, они! С тобой мы! Мы победим! СПАРТАК ПОСКОР! СПАРТАК ПОСКОР! СПАРТАК ПОСКОР! Очень круто! Очень неожиданно, что-то народу будет не день. Я как будто любви к чемпионам у нас. Ну, Южную не очень забили трибуну. Но, в целом, очень круто, все заряжены. Единственная проблема – у нас нет микрофонов. Нашли два матюгальника, их никто не слышит. Очень тяжело, потому что народу много, тебя никто не слышит. Приходится, как, я не знаю, в 2003 году передавать информацию, что мы заряжаем. Но, так, в целом, очень круто. Я очень доволен, что мы сегодня снова здесь, без фанайди, без всей вот этой хрени. СПАРТАК ПОСКОР! Еще один показатель, как раз, что это абсолютно бесполезная движуха, вообще, которую, ну, не знаю, они просто не хотят давать заднюю уже, хотя все давно-давно все осознали. Вис на угар, что кони, которые тыкали в том сезоне бомжей, за эту хрень сами пошли на такую же хрень. Бог им судья. Самое важное, самое важное, это те традиции, это дух спартаковцев, который у нас был, начиная с 70-х годов. Поэтому люди, которые приходят на трибуну, должны интересоваться своей культурой, должны узнавать, что, почему, как, как жили фанаты 70-х, 80-х, 90-х, 2000-х, 2005-х, 20-х, 10-х. И эти эпохи знать, знать их хорошо и понимать, почему происходит сейчас так, а не иначе. Друзья, пока вы смотрите этот выпуск, мы хотим сказать спасибо нашим друзьям из букмекерской компании Винлайн. Винлайн, дневник фаната, это не всегда, это не надолго. Поэтому, друзья, переходим в закрепленный комментарий, переходим по ссылке, получаем фрибэ до 10 тысяч рублей и, естественно, выбираем любимую команду. Любимая команда, это вот здесь, что является, это Спартак. Поэтому мы говорим спасибо Винлайну, ставим лайки, дневник фаната развивается, и в том числе, благодаря вашим друзьям из Винлайнера. Я когда вышел, ну, машину припарковал, около метро, ушел, прям смотрю дальше, давно забытое чувство, когда вот адреналин начинает подкипать, играть. Он где-то еще в течение дня просказывал, но я сразу сказать, что тогда похоже, знаешь, когда в день дерби, вот он что-нибудь перед движениями каким-нибудь, или вот перед матчем, вот такой адреналин прям играет, вот будет такие ощущения. Зайдя уже на трибуну, куча знакомых лиц, видно, что все соскучились, все шутят от души, слаженно. Вот сейчас мы после первого тайма записываем сюда первый тайм, просто на ура, все бутусор, в один голос шутят, но прям видно, что люди соскучились, пришли. И большое всем спасибо, что пришли, как бы, и поддерживают наш спортак, несмотря на будний день. Решение осознанно, были обсуждения, еще когда первоначальное заявление было, и было принято решение, что неправильно ходить, допустим, на клубах России, да, на финал мы не попадем, сделая тем самым картинку тем, кто там велся найди, да, и на финал, как мы видели, был финал, согнали просто, ну, условно, бюджетников, все обычных, там, болельщиков, да, и преподносят картинку, что все красиво, так и должно быть. Поэтому мы здесь не меняли своего решения первоначального, поэтому если мы выбрали этот путь, мы идем по нему до конца, потому что, создавая картинку на фан-айди, вряд ли кто-то понесет бумажку наверх, посмотрите, как здесь, как здесь, скажут, что это они пришли все с фан-айди, но это вот общее решение такое. Серег, решение движения обсуждается, мне кажется, что это некорректно такое комментировать. Давай так, если бы решили по-другому, я бы ходил, и, наверное, я бы, я бы ходил с кайфом. Я понимаю, почему это сделано, и тоже совершенно спокойно это принимаю, но оттого сегодняшний матч еще круче. Друзья, первый тайм мы были на трибуне, мы поддерживали нашу команду, гнали ее вперед. Старые добрые беговые дорожки, мы по ним соскучились реально для вас. Здесь было куча контента снято, семь с половиной лет, не только на этом стадионе. Мы снимали, радовали вас контентом, вы радовали нас этими зарядами, этими эмоциями, поэтому небольшая история с внешней стороны. Мы дома, мы дома, никакой фанатит нам не нужен, потому что такую историю вы не увидите нигде. И сегодня ребята сюда пришли без фанатит для того, чтобы показать, что такое настоящий фанатит, что такое настоящий футбол. Футбол без эмоций – это не футбол. Выходила на река Чуша, старый стойкий день на Крутую. Выходила, ты, что заводила, разлитого, сниженного, сниженного, сниженного. КОНЕЦ 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 Это то, почему мы соскучились, то, почему мы все скучали. Пиротехника не преступления, а не фанат не преступник, друзья. Но красота, никто не пострадал, самое главное. Куча детей находится на фанатской трибуне. Друзья, наши ребята сегодня подготовили на матч растяжку, которая находится между вторым ярусом и первым. И вот мы с тобой вместе, мы вместе поем и доставаясь одной тресной нашей. Ребята из Луцкого прям своего бою. В общем, что-то, видите, что визуальная составляющая матча, она на очень высоком уровне. Мы уже могли видеть фотографии, видео с этого матча. Трибуна Сверху, практически битбол. Котоварищеского матча, тем более, против мячей. Это очень хороший уровень. Также у нас на ручке висит баннер, который посвящен Павлу Косу, который сейчас сбывается. Он и Касатник, как мы считаем, незаслуженно во Франции. И недавно я был в Европеев с программом «Движи». Ездил во Францию и снимал про этот сюжет. Верните нам уже наш ряд трудом. Мы хотим здесь быть в наше непростое время, тяжелое время. Но то, наши трети будут отвлекаться. Но то, что дают людям положительные эмоции. Вперед! 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 Друзья, победа. 2-0. От Москвы до Багу, как говорится. Традиционно четыре хлопка. У нас сразу победили на народной команде. Вперед! 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 В Паша Милёшин, ёпта, ну красавчик подошёл, поздоровался, не знал. Братва, ну что, выпуск подошёл к концу. Это было хорошо, это было красиво, это было элегантно, это было стилем. Кто, как Московский Спартак, умеет и обычно это делать. Ставьте лайк этому выпуску, подпишитесь на этот канал и обязательно напишите комментарии. Если вам это понравилось, мы будем видеть ваше спасибо в виде этих лайков, комментариев и подписков. Серёга Кучер, МИК Фанатов, всем спасибо, увидимся где-нибудь, как говорится, обязательно.